Добрый вечер. Добрый вечер всем. Мы сегодня продолжаем наше изучение четвертой мековейской книги. В прошлый раз мы сделали довольно такое пространное введение в наш разговор. Говорили в общем характере этой книги, о ее основном послании и о ее связях с греческой философской традицией. И в этой связи сказали, что по сути дела это произведение является собой философский трактат, опирающийся на какие-то исторические реалии, конечно, во многом измененные. Историческая отходит здесь решительно на второй план. Но вот это как бы некая параллель Филону Александрийскому, который соединил греческую философию с толкованием Торы. Наш автор соединил греческую философию с пониманием истории и исторических процессов. Правда, он тоже не чужд толкованием библейских текстов, как мы с вами сможем в скорости убедиться. Мы напомним только о том, что уже с первых же строчек нашего текста на первый план выходит идея о благой силе разума, о том, что разум, благочестивый разум, это то, что способно предотвратить греховность, он владыка над страстями. А и в этом смысле, конечно, уже этот посыл сразу же направляет нас в сторону, с одной стороны, философии Платона, с другой стороны, стоической философии, где тоже разум ставится во главу угла и воспринимается как некая направляющая и управляющая сила. Однако наше произведение отличается от греческих философских текстов, помимо прочего, тем, что разум, как некая сила, имеет своим источником божественный закон. И этот закон не есть закон природы, как то полагали греки, а это закон Торы. А вот здесь как бы происходит эта смычка между текстом, написанным в духе греческих философских трактатов и еврейской идентичностью нашего автора. Значит, мы сейчас займемся чтением текста и по ходу дела будем его обсуждать. Мы прочли буквально несколько первых слов. Я опять же прошу извинения за такой несколько старомодный перевод, который я нашел в интернете. Он в чем-то, переводчик следует синодальной традиции, она в чем-то пытается как бы передать греческую лексику. Но для сегодняшнего, конечно, русскоязычного уха звучит довольно анахронистично. Так вот, прочтем еще раз несколько первых стихов. «Намереваясь предложить, как тут сказано, любомудреннейшее слово, то есть вообще говоря, философское слово, господствует ли над страстями благочестивая рассудительность или, правильно сказать, благочестивый разум, я советую вам усердно внять вот этой философии». Потому что такое любомудрие, это вот такой вот перевод слова «философия». «Ибо сие слово вполне нужно для знания и, кроме того, содержит похвалу такой величайший добродетели, какова есть мудрость». «Итак, оная рассудительность сдерживает страсти, кои препятствуют воздержанию, как-то чревоугодие и похотливость». Опять же, здесь как бы перевод такой низкотяжеловесный. На самом деле, и тяжеловесный, и не точный. На самом деле, страсти препятствуют здесь слову, которое правильнее перевести как «целомудрие». «Целомудрие» – это термин, который является традиционным переводом греческого слова «софроссуне». «Софроссуне» – это действительно некая кардинальная добродетель, воспеваемая в греческих текстах. И страсти различного рода ей противостоят, вот этой добродетели. В качестве страстей здесь приводится две – чревоугодие и похотливость. Видимо, как предполагают комментаторы книги, они избраны здесь не случайно, а потому что они отражают два самых сильных, возможно, физических желаний, которыми одержим человек. Это чувство голода и чувство любви, желание любви. Вот эти страсти, которые могут полностью овладеть человеком и лишить его разума, значит, вот разум с ними борется, он им противостоит. Как мы увидим, наш автор не проповедует полное освобождение от страстей, от аркию. Есть разные термины, которые мы встречаем в греческих текстах, и некоторые из них, в основном, тексты стоиков, они проповедуют полное освобождение человека от страстей, так, чтобы их просто не было. Для нашего автора такая точка зрения неприемлема, потому что он убежден, что все дано Богом, в том числе и страсти. Поэтому их нужно просто уметь сдерживать. Когда мы дойдем до метафоры или притчи с садом, мы увидим эту разницу очень четко. Так вот, разум господствует над страстями, которые препятствуют. Это очень странное слово, которые препятствуют справедливости. В четвертом стихе разум обладевает страстями, которые препятствуют справедливости. Например, злонравиям и страстями, которые мешают проявиться мужеству, а именно яростью, страданиями, страхами, мевом, огорчениями, страхом. Но почему, спрашивает далее автор, она, эта способность или он, разум, если он сдерживает страсти, не может совладать с забывчивостью и неведением, если господствует над страстями? А почему он не может преодолеть потерю самого себя? Такое возражение, как пишет наш автор, пригодно лишь для смеха. Надо иметь в виду, что такого рода рассуждения, касающиеся разума, и которое появится еще через некоторое количество стихов, оно на самом деле появляется, опять же, и в греческих философских текстах. Вот рассуждение о том, почему разум не может овладеть такими вещами забывчивости и неведения, ответ, который дается, здесь автор повторяет этот ответ, ибо рассудительность сдерживает не свои страсти, но те, кои противодействуют справедливости, мужеству, воздержанию и благоразумию, да их сдерживает не для того, чтобы уничтожить их, а для того, чтобы не поддаться им. Здесь, как бы, с одной стороны, наш автор повторяет аргументацию, которую мы встречаем в других текстах, в частности, и у Филона тоже. Филон в своем произведении «Переселение Авраама» пишет, что забвение – это страсть, но не из тех, что исходит от нас самих, оно прирождается извне. Так или иначе, он хочет нам сказать, что разум противостоит каким-то страстям, страстям, и надо понимать, что под страстями подразумеваются некие слабости, то, над чем человек без разума оказался бы совершенно не власть. Но при этом разум воюет только с теми страстями, которые не находятся в нем самом. А то, что касается забывчивости и неведения, это как бы имманентные свойства, которые напрямую связаны с самим разумом. Поэтому ими он владеть не может. Это вот тот аргумент, который появляется и в греческих текстах. Но то, что добавляет здесь наш автор, это что целью разума является не сдерживать, не уничтожать страсти, а их сдерживать. Это для него очень важная идея, которая в чем-то напоминает идею мудрецов. Кто есть по-настоящему мужественный человек, тот, кто контролирует, держит под своей властью свой ецар. Что такое ецар? По сути дела, это как раз и есть то, что по-гречески обозначается словом патос или страсть. То, что имеет иррациональную основу. Оттуда и отсюда я доказал бы вам, пишет далее автор, что разум самодержавствует над страстями. Он его действительно называет, как мы в прошлый раз говорили, самодержцем, используется иногда слово от ото-деспотос, иногда от ократор. Но это вот тот, кто властвует над страстями, но гораздо лучше. И здесь он делает как бы наше... Дима, я услышал, какое слово здесь ты точнее переводишь как словомудрие. То слово, которое здесь в этом переводе, в этом переводе переведено как воздержание. Но дело в том, что сам этот термин, он гораздо шире, чем просто воздержание. Это термин софроссунны по-гречески, который действительно включает в себя и воздержанность, и умеренность, но одновременно он включает в себя здравомыслие, благоразумие, здравый смысл. Это как бы некоторая добродетель, общая добродетель человека согласно Платону, и Аристотелю, кстати говоря, тоже. И здесь автор как бы предваряет более поздний текст. Мы до сегодня до него не дойдем. Как бы основной его рассказ будет, как мы уже и сказали, о старце Ильазаре и семи братьях и их матери. Тот текст, который он, судя по всему, берет из второй Маковейской книги и обрабатывает его единственное, выбивая его практически из контекста, потому что во второй Маковейской книге, как мы уже и сказали, это часть истории Маковейского восстания. И его главная роль во второй Маковейской книге показать, что восстание преуспело благодаря вот этой жертвенности старца Ильазара и семи братьев и их матери. В то время как в четвертой Маковейской книге никакого Маковейского восстания нет вообще, остается только этот рассказ. То есть сама по себе история этого восстания нашего автора не интересует. Его интересует конкретно вот этот кейс. Ибо все они, даже до смерти, презрев мучения за законы Бога и самую жизнь, презрев ради благочестия, доказали, что он рассудительно сдерживает страсти. То есть здесь он выдает в такой краткой форме свой основной тезис. Почему эти люди приняли смерть за законы Бога? Потому что они были ведомы разумом, который сдерживал страсть, среди них и страх перед смертью, и страх перед страданием. И источник силы этого разума в законах Бога, как он будет постоянно это говорить. Добродетели вызовут меня хвалить этих мужей в настоящее время умерших вместе с матерью за благочестие. А уважение заставит меня, как тут сказано, ублажать их. Опять же, я сейчас прочту перевод, который мы находим в другом тексте, который мы находим в более таком солидном издании. тут сказано, добродетели мужей, умерших в эту самую пору вместе с матерью, мне предстоит восхвалять за безупречную добродетель, но за выпавшую им честь я бы назвал их блаженными. Это одна из причин, по которой некоторые из комментаторов полагают, что это надгробная речь, которая произносилась ежегодно в Антиохии, рядом с тем местом, которое называется могила Маковеев. Мы в прошлый раз обсуждали, еще вернемся к этому, возможные пути возникновения этой традиции, в том числе традиция о том, что останки вот этих самых мучеников были перенесены из Иерусалима в Антиохию. Так или иначе, как бы по одному из мнений, это ежегодная надгробная восхваляющая речь. «Ибо они», продолжает наш автор, «своим мужеством и терпением, удивившие не только всех людей, но и самих мучителей своих, были причиной того, что прекратилось тиранство над народом. Они победили тирана терпением, так что ими освободилось и очистилось отечество». Здесь наш автор второй тезис озвучивает, очень важный, на который уже имеется намек во второй Маковейской книге, что их смерть этих мучеников имела очистительный характер, что это не просто их личная победа, победа их разума над тиранией, но благодаря тому, что они сделали, народ Израиля получил очищение, это была очистительная смерть, идея, которая в ту пору витала как в еврейской среде, так и в христианской среде. Мне не нужно вам напоминать, что одна из основных идей Нового Завета это очистительная смерть Иисуса. Как и здесь мы видим похожую идею. Народ, отечество очистились благодаря благодаря вот этой мученической смерти. Дима, ты считаешь, что это четвертая мутовейская книга была написана уже в христианские времена? Обычно ее датируют, мы тоже об этом говорили в прошлый раз, концом первого, возможно, началом второго века новой эры, так что да, это вполне уже эти времена. но наперед продолжает автор да будет позволено мне начавшему прямо с предложения как это обыкновенно я делаю отвечать на он и вопрос, а потом я буду говорить о сих мужах дав славу всепремудрому Богу. То есть что он хочет сказать, что сначала я представлю свой тезис и после того, как я его представлю, тогда я как бы в качестве примера буду говорить вот об этих людях. Итак, спрашиваем, сдерживаются ли страсти, как тут сказано, рассудительностью или правильнее сказать опять-таки разумом. И рассмотрим, что такое разум или рассудительность и что такое страсть и сколько видов страстей и все ли они сдерживаются рассудительностью или разумом. Мы видим здесь стиль, который не свойствен изначально древней еврейской литературе. Если мы посмотрим весь Танах от начала до конца, то мы не найдем в Танахе такой способ изъясняться. Надо представить тезис, надо задать соответствующие вопросы, надо дать на них ответы. Это стиль теоретизирования, который нам знаком, начиная с диалогов Платона и далее. Так строится философское рассуждение. И наш автор это наследует из греческой культуры. Так вот, он говорит, разум, я опять же воспользуюсь переводом, который у меня, разум это ум в союзе с верным суждением, предпочитающим мудрую жизнь. В наших глазах здесь синонимы, но надо иметь в виду, что разум обозначается в этой книге термином логисмос. Это некое разумное начало от слова логус, которое является неким генерным понятием. Теперь он здесь, кроме того, вводит такие термины, как нос, разум, или ум, нос, и мудрость, софия. И эти термины он соединяет вместе. Тут написано по правой причине, но на самом деле это не по правой причине, а вместе с верным суждением. Еще один очень важный термин – ортослогос. Ортослогос – правильное осуждение – это один из очень распространенных понятий в философии Платона и последствий Аристотеля, который представляет правильное представление о мире. То есть он дает здесь некое широкое объяснение, что такое разум. Мудрость, он говорит, София, есть знание божественных и человеческих предметов и причин их. Здесь он очень похоже передает, опять же, известные нам из других текстов определения. Филон пишет, что мудрость – это знание божественного человечества и их причин. Цицерон, один из достаточно поздних стойков, пишет, что мудрость – это знание дел божественных и человеческих и познание того, какова причина каждой вещи. В этом смысле наш автор повторяет. Но здесь он добавляет, она же есть изучение закона, посредством которого мы божественное узнаем благоговейно, а человеческое охотно. И опять-таки мы увидим, что в рамках нашей книги под законом понимается здесь божественный закон Тор. Значит, мы узнаем божественное и человеческое. Затем, разновидности, он переходит к разновидностям мудрости. Видов мудрости, разновидности и мудрости четыре – благоразумие, справедливость, мужество и воздержание. Я не буду каждый из этих терминов приводить его аналогию на греческий язык, в этом сейчас нет необходимости. Но он раскладывает по категориям мудрость все эти свойства, все эти виды мудрости или идеальной ее формы встречаются, опять же, в греческих текстах. Важнее всех их благоразумие, посредством которого рассудительность сдерживает страсти. У страстей же суть два свойства общие – наслаждение и огорчение. И то и другое бывает у тела и у души. То есть огорчение, собственно, это страдание. Есть страсти, которые приводят к удовольствию или исходят из удовольствия, а есть те, которые исходят из страдания. Он добавляет здесь, при том много существует спутниц наслаждения и огорчения. Перед наслаждением бывает желание, а после наслаждения – радость, веселье. Перед огорчением же бывает страх, а после огорчения – печаль, скорбь. Страсть же – общее наслаждение и огорчение – есть раздражительность, когда кто думает, что ему выпало. Сам по себе, опять же, весь этот монолог, вся эта попытка разъяснить, на какие части делится мудрость, на какие части делится страсть. Все это нам чрезвычайно напоминает как платоновские, так и аристотелевские трактаты. Также он пишет, к наслаждению примешивается и злокачественное расположение души, страсть из всех страстей разнообразнейшая. Что он имеет здесь в виду? Он имеет в виду злонравие, в душе гордость и сребролюбие, и словолюбие, и сварливость, и недоверчивость, и злоречие. Это всевозможные качества, которые входят в понятие злонравия. А в теле пир, то есть всеядность, обжорство и, может быть, показаться нам странно, еда в одиночку. И тут как бы возникает вопрос, откуда вырастает это понятие еда в одиночку. С одной стороны, можно вспомнить о том, что действительно для греков главное пиры производились симпозиуми, то есть большой компанией, которая занималась рассуждениями на разные темы мудрости. Но, с другой стороны, еда в одиночку может намекать и на какие-то библейские реалии, когда человек ест один и ни с кем не делится. Как сказано в той же Мишне, а вот мое, мое, твое, твое. Это медат с дом. В книге Иова, когда Иов оправдывается и говорит своим друзьям-утешителям, что он ни в чем не виноват, он, в частности, упоминает такую вещь. Один ли я съедал кусок мой и не ел ли от него и сирота? То есть я делился с неимущими. А так, как, продолжает наш автор, наслаждение и огорчение, суть вырастания тела и души, то и отростков всех вырастаний много, но каждый из них то подчищает, то отсекает. Вот здесь мы, собственно говоря, дошли до упомянутой мной притчи или метафоры и аллегории сада. Вот разум, он их то подчищает, то отсекает, то подвязывает, то орошает, всячески обрабатывает и так улучшает нравы и страсти. Вот это любопытно сравнить, что Цицерон в своих тускуланских беседах, у него есть очень похожее сравнение, но там у него садовник полностью выпалывает все сорняки, то есть уничтожает страсти. Здесь мы видим более сложную картину. Он подчищает, отсекает, но и подвязывает, орошает, поливает, то есть он их не уничтожает, но он как бы за ними осуществляет полный контроль и таким образом улучшает нравы и страсти. Ибо рассудительность добродетелям вождь, а страстям самодержец. Разум добродетелям вождь, а страстям самодержец. Итак, суди сперва по делам. Как тут сказано, не очень ясно, что разум оказывается господствует над страстями. Здесь есть некое повторение одной и той же идеи, поэтому по некоторым мнениям вторая часть стиха попала сюда по ошибке, но смысл мы поняли, что целомудрие или воздержание есть преобладание над страстями, над влечениями. Извлечений же одни душевные, другие телесные, отчасти повторяют похожие тезисы, но и те, и другие сдерживают разум. Здесь мы на одну секунду остановимся. Я хотел бы обратиться к Платону в этой связи. У Платона есть в двух его текстах сравнение души человека с колесницей. У этой колесницы есть тот, кто ее направляет и ведет. Как он говорит в диалоге Федор, уподобим душу свитой воедино силе упряжки крылатых коней и возничьего. Вот есть возничий. «И упряжкой правит тот, кто и над нами властвует, а затем и кони у него один прекрасен, благороден и рожден от тех же коней, а второй совсем иной, от иных коней рожден». Да, вот как здесь сказано, что есть добродетели, а есть страсти. Разум господствует, как бы разум... Направляет добродетели и господствует над страстями. В другом месте у Платона в его трактате «Государство» или как это называется «Политея» в книге четвертой. Он рассуждает о трех началах человеческой души и говорит там, что у человека... Он подробно это обсуждает, что есть начало, при помощи которого человек способен рассуждать. Это разумное начало души. Второе, из-за которого человек влюбляется, испытывает голод и жажду и бывает охвачен другими вожделениями. И это называется началом неразумным и вожделяющим. Если, опять же, соединить это с притчей о колеснице у Платона в Федре и как бы более подробно это расписать, то Платон видит ситуацию таким образом, что есть разум, который управляет всем, есть воля человека, которая может быть направлена ко благу, а может быть направлена и ко злу, и есть наиболее низшая и слабая часть, вот эти кони, которые символизируют страсти. И воля при помощи... разум при помощи воли может эти страсти обуздывать, этих плохих, дурных коней обуздывать. То есть мы видим определенные параллели того, что говорит автор четвертой Маковейской книги, с тем, что говорит Платон, хотя наш автор здесь не пользуется той же метафорой. И вот здесь он, наконец, переходит к примерам, которые связаны с Торой, примерам, которые обычно не приводятся в греческой литературе, по крайней мере, вот так, как он это делает. Ибо почему мы, порываясь к запрещенным снедям, воспрещаем себе наслаждение ими? Не потому ли, что разум силен одолеть позывы к ним? Поэтому, я думаю, то есть речь идет, естественно, о законах, которые мы сегодня называем законами Кашрута. И наш автор объясняет нашу способность преодолеть желание насладиться запрещенной пищей как раз тем, что разум нас вложен таким образом Богом, что он может эти страсти подавить, эти желания подавить, их призвать к порядку. И это, как бы, получается такая вот замкнутая система. Божественный закон дал эти запреты для того, чтобы, это как бы своего рода такое даже духовное упражнение, он дал эти запреты для того, чтобы наш разум смог преодолеть слабость. И тем самым, чтобы человек мог достичь совершенства. Это во многом коррелирует с тем, что впоследствии Рамбом будет писать о заповедях, видя в них инструмент для совершенствования человека, как человеческого тела, так и человеческой души. И вот в этом смысле наш автор ему в чем-то предшествует. Так мы желая рыбы, птицы, четверо ноги и всякую снять, запрещенную нам по закону, воздерживаемся от них при помощи сдерживающего разума, сдерживающего рассуждения, логизмус. Ибо страстные позывы умеряются изгоняющим их целомудренным умом, все движения тела обуздываются под воздействием разума. Так он привел первый пример. Мы сейчас увидим, что сразу же вслед за этим придет второй, не менее интересный пример. И удивительно ли, начинается вторая глава, если по желаниям души соединиться с красотой, делается отказ. Вспомним, что он упоминал две самых базисных страсти, или два чувства, которыми разум должен взять вверх. Это чревоугодие и страсть любви, голод и любовь, чревоугодие и влечение. И вот он привел пример, связанный с чревоугодием. Теперь он приводит пример, связанный с влечением. Влечение, естественно, связано с красотой. Это как бы наиболее базисная идея философии Платона, которую он выражает в своем знаменитом диалоге Пир, где есть много рассуждений о любви, о красоте, о природе Эроса. И вот и здесь наш автор ищет пример в Таннахе, чтобы проиллюстрировать этот тезис. «Ведь зато и восхваляется целомудренный Иосиф, что рассудительностью и размышлением воздержался от любострасти. Ибо, будучи юно цветущ, рассудительностью, разумом остановил страстное стремление к соединению». Не то, чтобы это выглядит чем-то нецеразмерным с библейским текстом, но библейский текст ни слова не говорит о том, что Иосиф победил свое влечение разумом. То, что говорится в библейском тексте, в тексте книги Берешит, я напомню вам, это то, что его останавливает страх перед Богом, страх совершить грех. Он разговаривая с женой Патифара, которая его пытается соблазнить, «Как я могу сделать такое великое зло и согрешить перед Богом?» О разуме не говорится ничего. В Мидрашах тоже напрямую о разуме не говорится, но подчеркивается, что Иосиф боролся со своим гетцером, со своей страстью, всеми доступными ему средствами и смог победить. Здесь подчеркивается, что эта победа была одержана именно разумом. То есть, как бы, он, что называется, включил свой разум, и этот разум, который, естественно, исходит из божественного закона, его смог остановить. Причем, здесь он скажет еще одну важную вещь, по поводу которой часто задается вопрос. Но разум сдерживает не только стремление к любострастью, но и всякое пожелание. Потому-то и закон говорит, «Не пожелай жены ближнего твоего не всего, что есть у ближнего своего». И как он это понимает? Знаменитая фраза из Деколога, из Десяти заповедей. А когда закон сказал, что мы даже не пожелали, то мне легко убедить вас в том, что разум может сдерживать пожелания так же, как и те страсти, которые препятствуют справедливости. То есть, часто задается вопрос, а как в самом деле можно заповедать человеку не желать? Да, человеку можно заповедать не делать что-нибудь. Это понятно. Но как он может победить свое желание? Да, это дается ответ. Тора поднимает планку. Тора требует от человека преодоления даже каких-то желаний, которые, что называется, находятся у него под коркой. И в Новом Завете об этом тоже есть много рассуждений, что, собственно, желание может быть столь сильным грехом, что если ты пожелал, вырви себе глаз, если ты пожелал жену ближнего. Но наш автор подчеркивает здесь именно идею, которая коренится, опять же, в философии Платона и стойков, что именно потому и можно дать заповедь не пожелай, потому что у человека есть инструмент, при помощи которого он может обуздать это желание. И этот инструмент есть разум. Этот инструмент есть разум. А когда, продолжает он, закон сказал, чтобы мы даже не пожелали, да, это мы прочли, ибо каким образом кто-либо привыкший есть в одиночку, снова он повторяет эту идею о том, что есть в одиночку это потакание страстя, или чревоугодник, или пьяница исправляется, если неверно то, что разум господствует над страстями. То есть сама по себе идея, которую мудрецы назвали термином «чува», здесь переосмысливается в духе такого самовоспитания. Разум господствует над страстями, поэтому даже человек, который постоянно привык потворствует своим страстям, у него есть возможность исправиться, если он включит этот механизм. Он у него потенциально всегда есть. Хотя бы сребролюбив кто был, но живя по закону, тотчас побуждает себя одалживать нуждающимся без лихвы, то есть без роста, а долг срочных недель отлагать. Иными словами, как бы здесь с одной стороны, опять же, делаются намеки на библейские законы, с другой стороны, это вполне коррелирует с рассуждениями, например, у Аристотеля, который считает скупость, расчетливость пороком, перечисляет это среди пороком. «Ходя бы и бережлив, кто был, но уважая закон, удерживается от налога на плоды во время жатвы и от, как тут сказано, опять же, здесь какие-то термины не до конца понятны, и подбирание остатков в винограднике». То есть, как бы, законы, хорошо известные нам из книги Вайкра, 19 глава, из книги Второзакония, 24 глава, то, что человек не должен собирать оставшееся после жатвы и остатков в винограднике. Далее он приходит в следующем примере. Да и от других можно узнать, что разум сдерживает страсти. И из других примеров так она сдерживает благосклонность к родителям, уважая закон, не продающий добродетели их ради. Это такой интересный момент, у которого можно усмотреть, во-первых, источник самой Торе письменной, потому что, например, говорится в книге Второзакония, книге Дворим, в 13 главе, если тебя будет уговаривать брат твой, сын матери твой, или сын твой, или дочь твой, или жена, или друг твой, пойдем и будем служить богам иным, то ты не соглашайся с этими людьми и даже не пощади их. То есть, как бы, родственные связи аннулируются, если кто-то толкает на то, чтобы не исполнить закон Торн. Мудрецы Талмуда, например, Медраша Сифра, еще эпоху Танаев, тоже рассуждают на эту тему и говорят, что, несмотря на то, что написано Кабед, это Авихова, это Меха, уважай отца своего и мать свою, тем не менее, это требование имеет границы. Если они пытаются заставить тебя нарушить заповедь, заповедь Торы, ты должен предпочесть заповедь Торы уважению. Сдерживает и любовь к супруге, обличая ее за неверность, и здесь мы тоже можем найти намеки на законы, которые есть в книге Второзакония, в случае, на самом деле, не только в книге Двориме, есть и в книге Вейкра, неув, и, собственно, в Десяти заповедях, неув, супружеская измена наказывается очень строго сдерживает и любовь к детям, наказывая их за худое поведение, здесь, видимо, намек на закон, который мы читали вот в последнюю субботу, закон, который называется Бен Сореру Муре, закон о непослушном сыне, ограничивает и снисходительность к друзьям, обличая их за лукавство, возможно, здесь намек на стих из книги Вейкра, где есть требование обличать открыто своего ближнего, и не считайте странным, если разум достаточно силен, чтобы сдерживать вражду по закону и что это, собственно говоря, обозначает, не подрубая у врагов плодоносных растений или плодоносных деревьев, а некоторые уже срубленные у них сберегая, повалившиеся, же поднимая. Что касается закона о деревьях, то, опять-таки, мы как раз его читали совсем недавно в книге Дворим, где действительно есть заповедь о том, что когда армия осаждает город, еврейская армия, то нельзя рубить плодовые деревья. «Льот ташхид эти цалин доах алав гарзен мемену то хэльву то льот их рот». Да, их рубить нельзя. Что касается продолжения перевода, то он, видимо, не очень точный, но спасать имущество врагов от расхитителей и помогать поднять то, что упало. Поднять то, что упало, это, например, стих из книги Шимо 23 главы. «Если найдешь вала врага твоего или осла его заблудившимися, приведи его к нему. Если увидишь их упавшими под ношую свою, то не оставляй его разьючь вместе с ним». Рассудительность. Здесь мы доходим до одного из самых интересных примеров, которые приводит наш автор. Он говорит, «Рассудительность сдерживает даже самые сильные страсти, как-то любоначалия и тщеславия и гордость и превозношение и злоречия или, правильнее сказать, зависть на самом деле или заносчивость». И пример, который он здесь приводит, довольно удивительный. Так, Моше, Моисей, разгневанный Нагатана и Абирана, не по гневу нечто сделал против них, а самый гнев умерял рассудительность. Да, это удивительное на самом деле утверждение, потому что на самом деле в Торе мы ничего подобного не находим. Значит, в Торе рассказывается либо Мидбар в 16-й главе о том, что вот эти люди, Итатан и Абиран, возможно, судя по контексту, из колена Румы, участвовали в бунте Короха. И там есть в самом деле сцена, где Моше их приглашает к себе и они наотрез отказываются. Наотрез отказываются. Как тут сказано, 16-я глава, 12-й стих, «Ваишлах Мушели кроли датан беля Абиран, и послал Муше послать датану и Абирану, и они сказали, мы не поднимемся к тебе, не пойдем к тебе. Мало того, что ты нас вывел из земли текущей молоком и медом, имеется в виду Египет, с тем, чтобы умертвить нас в пустыне, ты еще хочешь над нами владычествовать, ты же не привел нас в землю текущую молоком и медом, и не дал нам наследие поля и виноградник, что ты, хочешь выколоть нам глаза, мы к тебе не придем». И тут написано, что Муше был очень расстроен этим и обратился к Богу и сказал, не обращай внимания на их приношение, я у них ничего не забрал, не сделал ничего дурного ни одному из них. про какой ум, разум здесь речи, собственно говоря, не идет. В книге Дворим в главе 11, в стихе 6, тоже упоминается Датан и Аверам, и тоже просто рассказывается о том, как они погибли вместе с общиной Короха, когда земля раскрыла уста и поглотила их всех. Упоминаются они и в одном из псалмов, псалом 106, где такой исторический длинный псалом, где рассказывается о перипетиях истории Израиля, и тоже упоминается, как земля проглотила Датана и Аверам. Есть еще Медраж, более поздний, который утверждает, что два еврея, дравшиеся друг с другом и Моше попытался одного из них остановить, это были как раз Датан и Аверам. И ничего про разум не говорится нигде. Здесь же наш автор утверждает, что несмотря на свой гнев на Датана и Аверам, Моше ничего не предпринял против них в своем гневе, а наоборот смирил его разумом. Любопытно, кстати говоря, что Рамбом в комментариях к Нишне или, может быть, Вилхот Деот, я вот не помню, где это точно появляется, он утверждает, что грех, за который Моше был наказан тем, что не вошел в землю Израиля, это был грех гневливости. Не в истории с Датаном и Аверамом, в истории с водой, что главная проблема, комментаторы недоумевают, за что Моше был так сильно наказан, Ирам говорит, вот именно за то, что он на них разгневался и не смог этим гневом с этим гневом совладать, то, что настоящий вождь, руководитель не имеет права делать. Наш же автор подчеркивает, что Моше это некоторый символ человека, который умерял страсти своим разумом. Ибо может, как он говорит, трезвый ум одолевать страсти и одни из них умерять, а другие даже уничтожать. Это единственное место, где он говорит о том, что некоторые страсти даже искореняются, хотя, как правило, он предпочитает другое решение. И еще один пример он приводит. Почему же всемудрый отец наш Яков, любопытно, что Яков здесь назван таким вот термином панософос, всемудрый, нигде мы такого не находим по отношению к Якову в других еврейских источниках, винит бывших с ним Симеона бывших Симеоном и Шимоном и Леви, самих братьев и их людей, за то, что они по безрадцутству избили жителей Шхема, говоря, проклят гнев их, Арур Апамки Аз Вейвратам Кашата проклинает собственно гнев Яков в конце книги Берешит своих благословений. Но в самой истории в 34 главе книги Берешит там он выражает опасение просто, что из-за вот этого поступка Шимона и Леви, все окружающие народы могут на них ополчиться. Это все в связи с историей Дины, напомню вам, Дину, которую похитил князь Шхема, которого так и зовут, Шхем, и хотел сочетаться с ней браком, но братья решили иначе, есть там фактически две версии текста, все братья или участвовали только Шимон и Леви, в эпоху второго храма в основном возобладала версия, по которой именно Шимон и Леви напали, обманули жителей Шхема, предложив им совершить обрезание, а потом напали на них и перебили всех. И вот Яков их упрекает. Важно отметить, что опять же, почему Яков упрекает здесь Шимона и Леви? Как он понимает то, что Яков проклинает их гнев и ярость? Потому что в глазах Якова, по версии нашего автора, гнев и ярость это противоположное разуму, а соответственно есть противоположность добродетели, это страсти, которые надо усмирять. Они не смогли усмирить. заканчивая эту главу и наше сегодняшнее занятие, вот он говорит, если бы рассудительность не могла сдерживать гнева, то он не сказал бы сего. И последний пример, который он дает, когда Бог создал человека словом своим, на самом деле в тексте не говорится о том здесь, что он создал человека словом своим. Он создал человека, причем используется здесь необычный глагол, который обычно для этой цели встречается например в сектуагенте, а глагол, который обозначает, что типа самостерил тот же корень, что и техника этехнасато форма аориста от этого глагола. То есть он его человека смастерил и насадил в нем страсти и нравы. Это видимо отсылает нас ко второй главе книги Берешит, где Бог как сказано воится, сотворил не глагол Бара, а глагол Яцар, который используется в Танахе помимо прочего для того, чтобы описывать работу мастера, например Гончара. Так вот он насадил в нем страсти и нравы и тогда же над всеми ими воцарил священного вождя. Это опять же коррелирует с метафорой Платона, которую мы упоминали. Ум он сам привил страсти, поэтому эти страсти не нужно уничтожать, ими нужно только овладевать. Но он возвел над ними разум в качестве предводителя, который управляет ими через органы чувств. Что касается органов чувств, то здесь используется такой термин из медицинского философского языка, встречается он и у Филона, то есть разум управляет при помощи органов чувств страстями, и Бог дал ему закон в историю, которому руководясь, он станет царствовать справедливо, целомудренно, справедливо, в добре и в мужестве. Этот закон, который потом будет передан как Тора народу Израиля, превращается в устах нашего автора в аналог божественно-природного закона греков. На самом деле последний стих главы принадлежит главе 3, а не 4, поэтому мы здесь остановимся. Я только подведу итог. Перед тем, как дам вам возможность задать вопросы, в следующий раз мы увидим один из самых интересных примеров и сравним его с тем, как этот пример обсуждается в Талмуде. Это пример Давида и истории с его жаждой. Но сейчас я просто как бы подводя итог скажу снова, что делает наш автор. Он с одной стороны как бы основа или я не знаю скелет или некоторая рамка это греческое рассуждение о добродетели, о добродетельном разуме, о разуме как господине страстей. И внутрь этого он вставляет картинки, примеры, которые он берет как раз таки из еврейской традиции. То есть это из Танаха, из Торы. Это как бы классический случай попытки соединить две цивилизации, две культуры, греческую и еврейскую. То, чем так были озабочены еврейские эллинистические авторы, начиная с, как я уже говорил, с Арестабула, чьи произведения до нас не дошли, Арестабула Александрийского, Филон, автор нашей книги, автор книги «При мудрости» Соломона или Шломо, Павел и другие, которые занимались именно этой работой. Ибо для них было очень важно доказать, что на самом деле греческая философия, которая воспринимается как супернаука, которая открывает нам представление в окружающем мире, на самом деле она заложена как некая матрица, она заложена в Торе. Ну, здесь я остановлюсь и пожалуйста, вопросы, замечания, если есть, сейчас самое время их задать. Есть ли вопросы, замечания? Дима? Да. Да, у меня есть замечания и вопрос. Замечания состоит в том, что я понял, что хаббалат-фирот по-видимому был ответом на греческой холософии, в которой мы сделали попытки объединить ее в еврейской традиции, которую мы сейчас читали. Да. Потому что в иерархии греческой холософии разум после этого воля, после этого страсти, а в хаббалат-фирот воля оказывается вышла. воля высшего разума. Окей. Это извлечения. А вопрос, значит, вы можете поподробнее рассказать про разные версии истории с Шимоновой системой. Окей. Что касается замечания, то это целая отдельная тема, значит, очень хорошо изученная и исследованная связи средневековой еврейской мистики Каббалы, в частности книги Зор, с греческой философией, главным образом, опять же, в двух словах, главным образом находят там влияние неоплатоников, в частности идею о божественной имманации и влияние гностицизма, гнозиса. Вот это разделение на силы добра и зла внутри Бога. Но это действительно отдельная крупная тема, то, что ты заметил насчет перемены мест воли и разума. Возможно, но это требует отдельного изучения. Что касается версий, ну, что значит версий? Не столько версий, просто в эпоху второго храма главным образом было, когда излагалась история Дины, то подчеркивалась действительно роль Шимона и Леви. Когда мы читаем рассказ в Торе, то там как бы создается какая-то некая туманность, двойственность. С одной стороны, вроде все братья, с другой стороны, Шимон и Леви, проклятие Якова обращены к Шимону и Леви, значит, что касается литературы второго храма, например, книга юбилеев, послания патриархов и некоторые другие тексты, они как бы подчеркивают роль именно этих двух братьев главным образом Леви, по понятным причинам, потому что Леви становится прообразом, прообразом священства. Книга юбилеев напрямую говорит, да, собственно говоря, и послание Леви, об этом говорится, что Леви получил это свое право на будущее священство, на служение в святилище именно благодаря истории с Диной, и в этом смысле эти авторы полностью как бы отбрасывают в сторону саму идею о проклятии, да, то есть за кадром звучит как бы такое ну не треукор Якову, что в данном случае Яков не прав, да, потому что подчеркивается, что то, что делал Леви, это было от Бога, что Леви получил во сне, например, непосредственные указания о том, как действовать, да, и как бы в этом смысле он абсолютно чист. вот это что касается этой истории, есть ли у еще у кого-то вопросы или замечания? Есть ли вопросы или замечания? Похоже, нет. Значит, мы в следующий раз поговорим о Давиде, как в таком тоже очень интересном примере, и перейдем уже непосредственно к теме мучеников четвертой Луковейской книги. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Вот-вот-вот всем.